МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вас приветствует служба информации, телеканал Архив 24, в студии Алексей Ковтун. Это программа события дня и самые значимые интересные новости к этому часу в репортажах наших корреспондентов. Итак, сегодня в выпуске. Я хочу вас всех с этим праздником поздравить, вам пожелать всего самого-самого доброго. За воспитание достойных граждан. Многодетные матери из Карачаева-Черкесии получили награды от министра труда и социальной защиты России. Вообще, в Карачаево-Черкесии, все мы народ, да, вот карачаевцы, и казаки, и черкесии, мы даже в одной оси выросли. Как стать успешным фермером? Один из агрария в Карачаево-Черкесии поделился с журналистами секретом профессионального успеха. Благотворительный марафон сострадания. Второй год благотворители из организации «Жар птица» собирают в республике средства для больных детей. А теперь об этих и других событиях подробно. Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел заседание Республиканской антитеррористической комиссии. Как отметил глава, в целях противодействия терроризму на территории СКФО в целом и КЧР в частности, все большее значение приобретает профилактика, которая осуществляется прежде всего органами исполнительной и муниципальной власти во взаимодействии с правоохранительными структурами. На заседании АТК был выработан комплекс мер по повышению качества работы по противодействию террористическим и экстремистским проявлениям, а также укреплению межнациональных отношений. Также на комиссии обсудили состояние антитеррористической защищенности объектов различных категорий. За вклад в дело воспитания достойных граждан. Накануне многодетные матери из Карачаева-Черкесии получили награды из рук министра труда и социальной защиты России Максима Топилина. Одновременно и глава республики Рашид Тимрезов в честь Дня матери вручил собравшимся в ДКРТ и женщинам почетные знаки «Материнская слава». Анета Дышекова продолжит тему. О, сколько света в нем и теплоты! О, женщина! О, чудо неземное! О, мама! Мама! Как прекрасна ты! Теплые слова благодарности и восхищения были адресованы 12 многодетным женщинам в честь одного из самых нежных праздников в календаре Дня матери. 12 сильных матерей, которые каждый день находят силы воспитывать и отдавать все самое лучшее своим детям. Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин пожелал виновницам торжества всего самого хорошего и самое главное – здоровья их детям. Действительно, это такой очень хороший праздник. Он довевает очень приятные мысли. У кого-то воспоминания, у кого-то мечты о будущем, у кого-то что-то другое, но у каждого свое. И действительно, то, что связано с матерью, с мамой, с тем, что мама дает каждому человеку, прежде всего, эта жизнь, это, наверное, самое важное, самое ценное, самое ключевое для каждого человека, что может быть. Максим Топилин вручил шестерым мамам благодарственные письма от Минсоцтруда России за их ежедневный, ежеминутный труд. А из рук главы республики Рашида Тимрезова женщины получили почетные знаки «Материнская слава» за вклад в дело воспитания достойных граждан. Дороже мамы никого у нас в жизни нет. И, конечно же, сегодня мы, органы государственной власти, федеральные министерства и ведомства, все делаем для того, чтобы улучшить жизнь наших детей, улучшить все, что касается материнства и детства. И это самая главная задача, которую перед нами ставит президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. У Людмилы Бытаевой шестеро детей. И с высоты своего опыта она желает всем, кто планирует воспитывать трех или более малышей, терпения и материального благополучия. Когда все нормально, когда они здоровы, когда они счастливы, тогда и нам хорошо. Я желаю всем матерям женского счастья, побольше улыбок. И я благодарна нашему правительству за такой день. В завершение торжественной церемонии многодетных мам поздравили артисты Республиканской филармонии. Мама, мамочка, не влоченной ноченькой. Мама, мамочка, с тобой твоя доченька. Анета Дышекова, Мурат Кемрегов, Архив 24. Продолжаем выпуск. В рамках недели приемов граждан, приуроченной к 18-летию со дня создания партии «Единая Россия», в Черкесске личный прием провел депутат Государственной думы от Карачао-Черкесии Расул Баташ. Со всей республики приехали к депутату люди с вопросами, касающимися абсолютно различных тем. От трудоустройства до благоустройства конкретных муниципалитетов. Расул Борисович индивидуально рассмотрел каждую проблему, пообещал сделать все, что в его силах для удовлетворения нужд земляков. Сто процентного, к сожалению, результата, наверное, не бывает ни у кого. Часть вопросов, благодаря взаимодействию с исполнительной властью республики и муниципальных образований, получается решать. К сожалению, на какую-то часть не хватает бюджетных средств. Какие-то вопросы, получается, на личностных отношениях иногда получается помочь нашим гражданам. По крайней мере, я всегда стараюсь быть честным. То, что могу, я всегда говорю и делаю. Как стать успешным фермером? Этот вопрос сегодня волнует многих начинающих фермеров, которые хотят получать прибыль с первого же дня работы на земле. Но опытные это аграрии знают, что сельское хозяйство – это ежедневный труд, требующий полной самоотдачи. В Карачаево-Черкесии немало примеров, когда фермер начинал в буквальном смысле с ноля, с чистого поля, но благодаря знаниям и упорству добивался успеха. Моя коллега Дарья Назарова расскажет о таком труженике. Благо, он поделился с ней секретами профессионального успеха. Каждый новый день Бориса Лайпанова начинается традиционно – с визита к своим животным, которые к этому времени уже вовсю пасутся на лугах. Вот его встречает отара овец, а по соседству гуляют буренки. Но это только часть поголовья. Всего в хозяйстве у фермера более полутора тысяч овец и около двухсот коров. Хотя начинал Борис Лайпанов чуть ли не с чистого поля. Когда перестройка была, да, уже когда начали и земли раздаваться, и фермерство, я начал заниматься вот этим. Ну, мы как с детства, мы животноводы сами начали заниматься. Я смотрю без животного, что у меня как-то наполовину идет. Я купил овец. Я 300 голов начал. Купил 300 голов. Только были овцы сначала? Овцы, да. То есть коров не было? Да. И потом и коров купили. На то, чтобы поставить хозяйство на ноги, у Бориса Лайпанова ушло несколько лет. При этом на его решение заняться животноводством повлияло не только желание создать собственный бизнес. Свою роль сыграла и тяга к земле. Борис Лайпанов понимал, что тут скрыт большой потенциал. А закрепиться на земле ему помогла помощь от государства. На полученной от властей грант он приобрел коров калмыцкой породы. Калмыцкий скот зимой и летом пасется. Ну, когда сильнее, мы в сарай отгоняем. А так они... Вот в кармане засыпаем, пьяные едят и на траве тоже пасутся. Она очень выносливая и дает хорошее мясо. И приплод дает, и мясо хорошее дает. Как признается Борис Лайпанов, чтобы содержать такое большое стадо, нужна хорошая кормовая база. Но с этим проблем у него нет. Солома, комбикорм, сено – все собственного производства. Как говорит фермер, практика показала, что так бизнес на земле идет успешнее. В этом году в животноводстве цена на овец очень дорога, на мясо дорога. И друг друга она возмещает. А еще, значит, в сельском хозяйстве, там, где можно не сеять, скашиваем. Сено остается. Солома. Все вот эти отходы, все используем на животноводство. А когда животноводство есть, у нас проблем с напитанием, туда-сюда проблем нет. Когда деньги надо, продаем. Позвонил, Бучков продал, деньги в кармане. Пошел, солярку купил. Но пока сытые овцы и коровы отдыхают на лугу, их хозяин мечтает о дальнейшем развитии. В его ближайших планах увеличить поголовье, при этом поменяв скот на более продуктивный. Выбирать будет среди элитных пород. Борис Лайпанов привык мыслить масштабно и останавливаться на достигнутом не в его правилах. А потому он и дальше готов работать, засучив рукава. А на вопрос, в чем главное, и секреты хорошего фермера скромно отвечает. Любовь к родной земле, которая вдохновляет людей его непростой профессии. Нелина Назарова, Мурат Кемрюгов, Назир Капышев, Архиз 24. Сообщи, где торгуют смертью. В Черкесске прошел круглый стол, приуроченный к общероссийской антинаркотической акции «Дети России». Как сказать наркотикам «нет»? За общим столом разбирались и подростки, и взрослые. Проблема более чем актуальная, ведь сегодня только на учете в республиканском наркологическом диспансере состоит более 4 тысяч человек. Детали в нашем следующем сюжете. Формат круглого стола для общения с подростками на важную тему наркомании выбран организаторами неспроста. На равных, в неформальной обстановке у ребят есть возможность задать вопросы, которых действительно интересуют. И получить советы, как им противостоять наркотическим соблазнам или помочь близким освободиться от пагубной зависимости. Я думаю, такие площадки, они очень важны. Знакомство, дружба. И когда детки слышат о том, что на самом деле наркотики – это не просто чума, а как можно помочь своим близким, друзьям, которые впали в зависимость, оно даст плодотворную почву для будущего нашего поколения. В ходе встречи ребятам наглядно показали, как из успешного человека можно легко превратиться в наркозависимого. Достаточно ряда стрессовых ситуаций, таких как потеря работы, непонимание в семье или неудача в любви. И только от самого человека, его силы воли и внутреннего стержня зависит, сможет ли он противостоять наркотикам. Если хоть один ребёнок будет в нашей республике нуждаться в нашей помощи, а мы ему не окажем, и здорового общества у нас не будет. И поэтому на сегодняшний день наша маленькая республика хотелось бы, чтобы процветала, и чтобы не было ни наркоманов, ни алкашей, ни аморального образа жизни. Хотелось бы, чтобы все радовались друг другу. С этой целью мы сегодня проводим такого рода мероприятия. Рассмотрели в рамках круглого стола вопрос об увлечении молодёжи насваемый снюсом. Вопреки бытующему мнению, они вовсе не безвредны. Совсем наоборот, употребление жевательного табака доказанная причина развития рака полости рта, поджелудочной железы, пищевода и лёгких. К сожалению, снюс очень распространён в подростковой среде, где считается не только безопасным, но и модным. Всё начинается с любопытства, как мне кажется. Или просто когда человек хочет расслабиться, и ему предлагают, и он один раз попробовал, второй раз попробовал. Один раз попробовал, ему понравилось, он захотел ещё попробовать. А потом он уже настолько привык к этому наркотическому веществу, что не может остановиться и не может просто жить без наркотического вещества. Я сделала вывод, что не надо пробовать их, даже если тебе настаивают, предлагают. Тебе никто не сможет помочь, пока что ты сам не скажешь «нет». Надо уметь говорить «нет» этим людям, которые тебе предлагают. В завершение встречи участники «Круглого стола» посмотрели ролик о жизни бывших наркозависимых. Хоть они и смогли завязать с наркотиками, их жизни изменились навсегда. Кто-то ослеп, у другого отказали ноги, у третий спит. А ведь они хотели только попробовать. Раймешен, Мурат Кемрюгов, Архиз, 24. И, как обычно по средам, наша рубрика «День доброй воли». Благотворительный марафон сострадания продолжает свою ответственную миссию. Второй год подряд благотворители из организации «Жар птица» при поддержке сразу нескольких республиканских министерств и ведомств проводят различные акции для привлечения общественного внимания к социальным проблемам и, конечно же, для сбора пожертвований больным детям, детям-инвалидам и оставшимся без попечения. На благотворительном марафоне побывала и наша съемочная группа. Истина вот в чем. Чтобы быть счастливыми, нужно помогать ближним и делать счастливыми других. И мы пробуем приблизиться к счастью. И благодарны вам за то, что вы сегодня вместе с нами. С таких строк по учительной притче был дан старт второму республиканскому боготворительному марафонду сострадания. Государственная филармония республиканской столицы для особенных детишек и ребят, оставшихся без попечения, устроили настоящий праздник. Песни, пляски, игры и подарки ждали всех. Солисты государственной филармонии подготовили для ребят концерт, а группа аниматоров развлекала их играми и танцами. Как отмечают организаторы, цель марафона – сделать жизнь этих ребят чуточку лучше, помочь им в самом необходимом и, конечно же, обратить внимание общества к существующим проблемам. Второй благотворительный марафон сострадания. Первый был в том году. Тоже в это же время мы начали, три месяца. Был этот, то же самое, идет у нас на три месяца. Цель у нас одна – это помощь социальным учреждениям республики детским. На открытие мы пригласили детей с детских социальных учреждений республики, со школ, с детских садов. Мы приехали из Красногорки, приехали из Хурзука даже, приехали детечки посмотреть. Концерт подготовлен силами филармонии нашей Карачева-Черкесской. Помощь в организации акции фонду «Жар-птица» оказывает и группа волонтеров, которых объединяет желание лично поучаствовать в жизни каждого из ребят, столкнувшихся с определенными трудностями. Суть медиков заключается в том, чтобы помогать людям. И я не думаю, что хотя бы один мог бы посчитать это неважным и не прийти сюда, не помочь детям, особенным детям. Я считаю, это долг каждого – помочь, и каждый бы откликнулся на моем месте. Благотворительный марафон сострадания стартовал совсем недавно и пройдет до конца февраля следующего года. Подобные праздники пройдут во многих медицинских и учебных заведениях республики, где будет осуществляться сбор пожертвований для ребят, которым так необходимо наше внимание. Принять участие в благотворительном марафоне может каждый и внести свою лепту в светлое будущее этих детей. Раймер Шен, Ренат Ибрагимов, Назир Капышев, Архейс24. Возраст – делу не помеха. Свой 80-летний юбилей отметил накануне ветеран пожарной охраны Султан Кипкеев. К слову, само торжественное мероприятие отмечалось в стенах Республиканского управления гражданской обороны чрезвычайных ситуаций, в котором юбиляры сегодня продолжают свой профессиональный путь. Участие в мероприятии приняли представители парламента, Республики, руководство, Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесии, коллеги и друзья Султана Кипкеева. Отправилась туда и наша съемочная группа, чтобы узнать секреты профессионального долголетия. Султан Кипкеев родился в 1939 году, а в возрасте четырех лет вместе с семьей был депортирован в Киргизию. Только через 14 лет Кипкеевы вернулись в родное село Маруха, где юный султан и окончил школу. Время было очень бедное. После школы пришлось год трудиться на строительстве ГЭС, чтобы заработать на учебу, вспоминает Султан Мусаевич. Финансовые возможности я и мать. Мать больная, я школьник. Обстановка была такая, что надо было копейки заработать, на учебу поехать куда-то. Ну и учебу надо было выбирать училище военное какое-то, чтобы бесплатно там можно было просуществовать время учебы. Оформлялся в высшее военно-морское училище в Ленинград, опоздал на медкомиссию. Отставили и тут же предложили пожарно-техническое училище Львов. Думал над предложением Султан Мусаевич недолго, ведь эта сфера деятельности была знакома нашему герою с детства. С самого детства я получился так, что встречался с пожарной охраной. Дядя мой, маленький брат, работал в пожарной охране, там, в Киргизии. Я всегда в пожарной части. Там, правда, пожарная часть была. Лошади, бочки. Тушили пожары, ездили, что делать. Другого не было, бедное время. По возвращению с учебы Султан Кипкеев начал свой профессиональный путь в Хабецком районе. Там же он создал семью. В общей сложности он отработал в системах МВД и МЧС 60 лет. Сыновья, внук Султана Мусаевича, решили пойти по его стопам. И сегодня трудятся в силовых структурах. А сотрудники и подчиненный состав юбиляра отмечают его отеческое участие в их судьбах. Дисциплинированности у нас всегда учил. У него всегда, без 15, 8 он уже на работе, он уже в курсе всех событий. И вот и нас приучил к этому. То же самое. Мы, как подчиненные, больше его не можем терять марки, так сказать. Помним его все наставления. Он очень деликатный руководитель. Строгий в свое время был. Доставалось нам от него часто. Ну вот, видимо, в пользу все эти его обучающие такие моменты, которые он нам преподавал, прививал как руководитель и просто как человек. Он начал свою деятельность инспектором Государственного пожарного надзора под руководством Султана Мусаевича Кипкеева. Когда приходишь в первый раз на работу молодым лейтенантом, ты не знаешь, какой коллектив, кто руководитель. Ну, я благодарен судьбе, что у меня на протяжении всей службы у меня были и есть руководители, только ответственная, строгая. Строгость приучает к порядку, естественно. И под его руководством ни в одном дне прохождения службы я не жалею. Свой 80-летний юбилей Султан Мусаевич встретил в окружении коллег, со многими из которых к плечу-плечу они тушили пожары. Самые лучшие качества человека проявляются вот именно в экстремальной ситуации, в чрезвычайной ситуации. И Султан Мусаевич себя проявлял великолепным организатором. Никакой паники. А правда, со всего Ставропольского края и поезда, и машины, и не 10, и не 20, полсотни, то жили такие серьезные пожары. И вот настоящее лицо руководителя, великолепного человека, все это проявлялось. Юбиляр получил в этот день сотни поздравлений и искренних добрых пожеланий и благодарностей. Кроме того, в числе прочих наград Султан Кипкеев удостоился звания почетным ветеран МВД Карачаева Черкесской Республики. Праймешин Роман Нагаев, Мурат Кемрюгов, Архиз, 24. Такими, на наш взгляд, были основные события этого дня. Напоминаем, все новости Республики на сайте Республиканского информационного агентства Карачаева Черкесия и на нашем канале Архиз, 24. Номер телефона редакции 23 89 40, код города 8 782. Всего вам доброго, оставайтесь с нами, удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин